Евросоюз завершил все формальные процедуры и ввел в Грузию число третьих стран, откуда импорт меда на европейский рынок позволен. С 2015 года вступил в силу технический регламент по меду, который устанавливает запросы к этому продукту, хотя, как выяснилось, пчеловод Зорхин Чогандарян об этом не информирован. У нас были просто проблемы с друзьями, у которых мы были средства, хочу открыть нужную ситуацию, потому что учить и у нас не было, поэтому не было ни в какой момент, что мой пандем, это было бы как у нас, это был убыт. В Джавахетском регионе Грузии кроме меда в большом количестве производится и сыр. Однако, по словам сыродела из Ахалкалаки Максима Гилояна, пока что санитарные нормы, которые соблюдаются в европейских странах, не действуют у нас. В первую очередь в фермах, где и получают молоко. В первую очередь в фермах, которые соблюдаются в европейских странах, которые соблюдаются в европейских странах. В первую очередь в фермах, которые соблюдаются в европейских странах, не дают мы в первую очередь. По словам эксперта Кахи Гогулашвили, данное соглашение дает возможность увеличить товарооборот между странами. Однако, это дело перспективное и требует времени. В первую очередь в фермах, которые соблюдаются в европейских странах, не дают выводить товары в Европу. В фермах, которые соблюдаются в европейских странах, не дают выводить товары в европейских странах, не дают выводить товары в европейских странах. В первую очередь в фермах, которые соблюдаются в европейских странах, не дают выводить товары в европейских странах, не дают выводить товары в европейских странах. Субтитры создавал DimaTorzok